И в силу того, что они являются последователями Бога Крышиня в нашей транскрипции, вот на санскрите Бога Кршня, то предлагается произнести славу. Слава Крышню! Слава Роду Небес! Слава Роду Небес! Итак, правильное ведическое питание. Северная часть Идии известна как Ария Беших. То есть пять северных областей Индии, Кашмир, Пенджак, Бенгалия, это все Ария Деша. Южная Индия, это Дровида Деша, то есть там, где жили Дровида. И в основном я являюсь последователем Гаудия-Вашнавской Сабуратайи, которая всех святых учителей, которые идут из Бенгалии. Порожка! Я сам приехал из Литвы недавно. Так получилось, что я 10 лет жил в Литве до развала Советского Союза. Сейчас я Литву не люблю, потому что она откололась от Советского Союза, присоединяется к Евросоюзу. Но что самое интересное, литовцы, как только откололись от Советского Союза, знаете у них что? Вот я приехал, мне бросилось в глаза. Там везде запрещена категорически реклама алкогольной и табачной продукции. Ни на плакатах, ни на афишах, ни по телевидению не показывают. Там запрещена продажа порнографии, там нету секс-шопов, интим-магазинов. В Литве вы не приобретете порнографической продукции. В Москве на вокзале, когда продавщица узнала, что еду в Литву, сказала, бери порнографию, порнографию бери, там запрещено. Там популярно, все туда-туда едут, берут. На самом деле, маленький народ, он бережет себя. Он себя бережет. Каждый литовский парень или девушка моего возраста может всю ночь петь литовские народные песни. Своему стыду я не знаю ни одной русской народной песни. Даже степь до степи кругом, или сумел камыш. Только это не рубль, я знаю, наверное. На самом деле, возрождение любой нации идет с семейных традиций. Семья – это ячейка общества. Многие могут растеряться. Тут такие глобальные проблемы, как нам Россию, государственность. Можно начинать со своей семьи. Внедрять духовные семейные традиции. Я немножечко скажу о правильном питании, потому что это очень тесно связано с вырождением нации. На самом деле, очень интересные факты. Очень важный материал – наркоперрор против России. Можно у Всеслава приобрести по электронке, он переждет. В 2000 году умерло 2 миллиона россиян. Причины смертности населения поразительны. 55% – сердечно-сосудистые заболевания. 14% – онкология. Около 15% – заболевания дыхательных путей. Как оно будет? Это вирусы. Там сырку поставляют. Это уже есть в ЕСЕ. Да, Марбора там и так далее. Видите, сигареты. И все остальное – это несчастный случай. И послушайте внимательно. Я где-то около 10 лет профессионально занимаюсь изучением и распространением вегетарианства. Два года я был менеджером в вегетарианском обществе в Москве. И Ирина Львовна Миткова – академик РАН. Их там 4 лидера женщины – вегетарианцы, профессоры, академики. Они издают много книг о вегетарианстве. Она как-то мне сказала, Саша, если бы ты знал, сколько у нас информации о вегетарианстве, и мы не знаем, как их популяризовать. Я понял, что множество полезной информации, жизненно важной, находится в головах наших академиков. Но средства массовой информации просто не дают это знать себе. Так вот, я вам скажу. 55% россиян, ну как минимум, умирает в среднем ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний. При переходе на вегетарианскую диету риск сердечно-сосудистых заболеваний снижается на… Давайте, на сколько? Ну, порядок. На 95-97%. 95-97%. То есть, как минимум, половина россиян умирает от мясоедения. Онкология – 14%. Россиян умирает от онкологии, то есть раковое заболевание. Если человек становится вегетарианцем, риск онкологии снижается на 60%. Если вы не курите сигарет, то вообще у вас риск наболеть легочный, и умереть, а драка ледких вообще нет. Я вам для справочки скажу. Я являюсь сотрудником центра ЮНЕСКО в Краснодаре. И мой коллега, он был одним из менеджеров табачной фабрики «Филипп Морис». И он рассказал, что оказывается, все краснодарское оборудование табачной фабрики «Филипп Морис» было вывезено из Румынии после огромного скандала в прессе, после того, как было судебное разбирательство, и там закрыли, свернули все с производства и запретили вновь туда входить. Что же дотошливые репортеры узнали? Оказывается, перед тем, как этот холдинг внедрился в Румынию, руководство этого табачного монстра, секретная папочка только для правительства. Почему мы вам выгодны? Пункт первый. Мы на самом деле вам выгодны, потому что мы исправно платим налоги. Между нами говоря, табачное производство – это сверхприбыльный бизнес. Мы получаем огромные бабки и вам даем исправно, честно налоги. Я вам для справки скажу. Справка. Краснодар – развивающийся город, один из перспективных развивающихся городов в России. Одна только табачная фабрика «Филипп Морис» своими налоговыми отчислениями заполняет 32% городского бюджета города Краснодара. В Краснодаре тысячи фирм. И только одна табачная фабрика «Филипп Морис» налоговое отчисление составляет 32% городского бюджета. На самом деле очень выгодно. И второй аргумент, более весомый. Они говорят, но между нами говорят, без налогов мы вам еще более выгодны. Потому что, если положа руку на сердце, сигареты – это страшный яд. И там такой талмуд, как сигареты сокращают продолжительность жизни. И такой резюмент. Если каждый житель вашей страны, Румынии, хоть в день выкуривает хотя бы по 2-3 сигареты продолжительность жизни, сократится лет на 20, как минимум. Что позволит вам значительно сэкономить пенсионный фонд. То есть люди работают, работают, работают. И постоянно у них, кроме налогов, они еще платят пенсионные отчисления, надеясь, что они потом будут долго жить и получать пенсию всю жизнь. Но государству не выгодно платить вам пенсию. Государству выгодно, чтобы деньги на пенсию откладывали, потом сдохли, и потом эти денежки отошли государству. И на самом деле, вот, это реальная ситуация. Почему сейчас везде рекламируются вот эти сигареты? Посмотрите, половина наших штендеров рекламы сигарет разного рода. С целью просто, чтобы люди умерли сразу после достижения пенсионного возраста. В России пенсия для мужчин государством установлена с 60 лет. Средняя продолжительность жизни мужчин в России 55 лет. То есть, ну, план перевыполнен. Развалился Советский Союз, нам пришлось очень тяжело. В тот момент, когда эти танки обстреливали Белый дом, нам сказали товарищи на подавление, так сказать, восстания вас. И вот тогда я начал свои духовные поиски. Ну, я вот, почитав Боли Абрега, стал вегетарианцем. На втором году служил. Это все, что он говорит, слово в слово. Дело в том, что те, кто занимался спортом, знают, что такое боль в мышцах. Молочная кислота. У вегетарианцев такой проблемы, ну, острый, гораздо меньше. Вегетарианцы в два с половиной раза меньше устают. Я вот в армии это на себе попробовал. В то время как все умирали на массах бросках. Ну, представляете, там, выкладка армейская, многие, по крайней мере, слышали. Раскаленное солнце, там, черные эти тяжеленные сапоги, там, автомат, противогаз, 40 килограмм на тебе. И все умирают, у меня как крылья за спиной. Я вокруг этого взвода, вокруг бегаю. Взвод бежит, я еще вокруг этого взвода бегаю. Еще пинками всех подзад и этих молодых. И старых тоже подгоняю. Я вот тогда понял, что такое вегетарианство. Я в армии стал вегетарианством. Я просто скажу, это круто. Еще разный аргумент. У нас в Анапе кафе. Я полгода искал встречи. Я слышал, что у нас в России знаменитый каратист, Александр Фоменко, чемпион Европы. Вегетарианец. Я говорил, дайте мне его координаты. Он сам к нам приехал в кафе вегетарианское. Говорит, слава богу, хоть одно вегетарианское кафе. Я свою течу не могу сделать вегетарианство. Он к нам приезжал. Он дзен-буддист. Он по утрам медитировал у нас. И он вообще, кстати, дзен-буддист. Они говорят на санскрите. Все писания на санскрите. И они даже не употребляют молочных продуктов. Только растительные. И просто всех этих мясоедов разделывают только так. Я был кришнаитом, монахом. Распространял книги. 14 лет назад я предложил книгу Шримад Бабла. Там одной женщине. У которой муж был тренером греко-римской борьбы. Они, вся семья стала вегетарианцами. Они уже были готовы к этому. К тому времени, когда они купили книгу, за весь год они съели одну курицу. Сейчас этот человек с 14-летним стажем вегетарианец. Чемпион своей весовой категории, всей Прибалтики. И он тренер национальной сборной Литвы по греко-римскому классическому. Ну, по греко-римской борьбе. Борьба – это силовой вид спорта. Согласны, да? И у него два сына. Тоже чемпиона своих лицевых категорий. Вегетарианцы. Там по Прибалтике идет молбаш, но вегетарианцы там всех на лопатке. У него недавно четверо ребят. Так как он тренер сборной, как минимум за две недели до соревнований все едят только то, что он скажет. Он составляет меню. Жесткая вегетарианская диета в строгом соответствии с аюрведой. В Белоруссию последнее соревнование у него четверо парней выезжало. Результаты такие. С четырех в трое золотые медали. Один серебряный. Серебряный, потому что в финале дрался со своими. Ну, то есть боролся со своими. То есть вегетарианство – это респадная диета. И вот этот Александр Фоменко говорил, что вместе с ним на Окинаве у одного сансея с ним тренируется тоже каратист. Я не помню его имя. С Австралии. Так вот этот австралист, мало того, что он карате занимается, он еще четырехкратный чемпион мира по марафонскому бегу. По марафонскому бегу. И Фоменко объяснил, почему это. Он говорит, потому что даже в царстве животных самый сильный мясоед, ну, вожак стаи, с трудом догоняет только ослабшего, заболевшего вегетарианца. Поэтому хищников называют санитарами лесу. Даже в царстве животных самый сильный мясоед, то есть вожак стаи, может догнать только хилого, заболевшего, чахлого вегетарианца. Так что вегетарианство это сила. Мясо это трубка. Но самое важное, что мясо это, если мы стремимся развить в себе светящееся духовное дело, то как мы будем его строить? Нужно энергии света, чтобы были солнечные, фрукты, овощи, то, что растет на свету, а не всякие там трубы, братья наши меньшие. Если мы признаем существование Всевышнего, 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 то нужно просто понаблюдать за природой просто разом, чтобы понять, что нам предназначено в пище. Пища, насилие, это бесчеловечное. Согласны? Бог это любовь. Там, где есть Бог, где есть насилие, там Бога нет. Если бы Богом была предназначена нам в пищу плоть животных, животные с радостью бы приходили кладить голову на плавку и, в общем, с блаженной улыбкой попадали к нам в желудок. Но этого не происходит. Животные очень боятся смерти. В Абхазии мне рассказывала одна женщина, когда я объяснял кармические причины всех техпоин, проблем. Она говорила, да. Я видела, как в Сухуми, в Гаграх, там была бойня, куда за всего союза эшелонами гнали животных, чтобы обеспечить работу ресторанов с шашлыками бесперебойного. И, что самое удивительное, эти животные сломали стену этой бойни мясокомбината. И они ринулись в море и топились. Она говорит, я видела, как эти безумные животные боятся людей, что они предпочитали утопиться в море, чем остаться там, в этом страшном месте. Представляете, наши братья меньшие нас боятся. Как мы думаем, что мы еще будем духовно развиваться, если мы позволяем себе питаться трупами наших братьев меньших? Вы просто посмотрите, например, плод. Любому человеку, который обладает хоть чуть-чуть логикой, можно объяснить, что плод предназначен нам в пищу. Например, яблоко, да? Мякоть плода, фрукты, овощи предназначены нам в пищу. Потому что эта мякоть, она не нужна для прорастания семечка. Семечка прорастает на следующий год. Если мы не съедим яблоко, оно сниет. Более того, деревья, они безногие. Как они передвигаются? Каким образом передвигаются? Приходит человек, съедает яблоко. Можно даже с косточкой. Потому что Бог устроил, что семечка, даже маленькая, обладает тоненькой, но удивительной защитной пленкой, которая не позволяет семечку перевариться в желудке. То есть я могу съесть яблоко с огрызком, пройти 5 километров, у меня все переварится. Естественным образом все выйдет. Семечка прорастет с кучкой удобрений, естественно. То есть фактически мякоть плода это плата растений нам, чтобы мы переносили семечки, косточки. Животные приезжают, прилетают, прибегают, люди приезжают, кушают и разносят семечки, косточки и так далее. То есть естественно, гармонично, красиво. И даже более того, интересно, что Господь сделал таким образом очень мудро, много мудро, что плод принимает приятный вкус для того, кто его ест, именно тогда, когда семечка способна самовоспроизводить. То есть пока семечка еще не способна прорасти, яблоко невкусное. Как только семечка способна прорасти, яблоко становится привлекательным для нас. А если мы попробуем съесть яблоко, когда еще семечки не способны прорасти, будет наказание. Видеть чекок, все знают, да? Все знают. И поэтому, кто хоть раз испытал наказание природы на себе, стараются не есть неспелые, ну как дягоды. То есть все очень многомудро устроено, нам нужно просто наблюдать, смотреть. Я хочу, чтобы все вы стали вегетарианцами, чтобы страшная карма нас не достигала. Сейчас два самых страшных греха в основном тиранит людей. Это употребление пищи, мяса, убийство братьев наших меньших. И также убийство младенцев, утробов матерей. Ну, что касается вегетарианства я закончил, что касается еще мистической стороны питания, я вам скажу. Дело в том, что очень важно, что мы кушаем. С кем поведешься, это вы наберешься. Все знают, да? С какой традиции? Трудно, да, трудно на самом деле заниматься молитвой в обществе, там, ну, слесарин. Я после армии работал на стажировке в бригаде слесарин. Мат, перемат, там, и там молиться очень трудно. Я помню, как я одну молитву, там, 4 часа пытался прочитать. То есть я концентрируюсь, делаю свою работу, а вокруг там такое. Я просто понял, что, ну, очень трудно, как против течения. И на самом деле очень трудно духовно развиваться, если мы в свое тело запихиваем низшие энергии. У каждого живого существа, даже у растений, есть свой характер. Очень рекомендую всем, кто этим хочет, ну, погубже познакомиться, книги Олега Геннадьевича Тарсунова. У кришнаитов в храмах можно найти законы счастливой жизни. Это врач-айюрведист, двумя высшими образованиями, которые он получил в Советском Союзе, и кто уже 9 лет изучает аюрведу в Индии. Там объясняется, какой продукт, в какое время даже можно кушать. Потому что каждый плод имеет, ну, любой продукт, свою связь с определенными планетами. То, что полезно есть утром, вечером может быть неполезно. И для женщины в Индии объясняется самое главное, это два качества для женщины. Довольствоваться тем, что дает ей муж. Точнее, три, да. Говорить мужу приятные, вдохновляющие слова. И уметь хорошо готовить. Каждая женщина должна уметь хорошо готовить. Но это мистический, на самом деле, арт. Потому что не только продукты имеют свой характер, еще имеют тотальное решающее влияние, как мы готовим. Потому что состояние сознания повара, момент приготовления, все эти энергии вкладываются в пищу и передаются тому, кто кушает. Если вы думаете о чем-то плохом, об этом же плохом будет думать тот, кто кушает. Поэтому говорится вообще, что можно есть только то, что приготовлено своей собственной рукой, то, что приготовлено рукой любящего тебя человека, то есть, например, с женой, матерью, с сестрой. И то, что приготовлено священником. Во всех храмах Кришны готовят, что самое интересное, только самые высокопродвинутые личности. Мы думаем, что повар это, ну как же, так себе. Во всех индийских храмах готовят только брамины. Брамины, то есть дважды инициированные, получившие высочайшее посвящение. Те, чей ум спокоен. То есть, есть приготовленное кем попало, опасно для вашего физического и духовного здоровья, потому что пища, приготовленная с любовью, исцеляет. Вы можете избавиться. Я вам скажу один простой секрет. Вы можете излечить любую болезнь, если будете в благоговейном состоянии духа, ну, благоговея перед нашим Всевышним Господом, есть очень внимательно и сосредоточено пищу, которая приготовлена с любовью, ну и предложена Богам. То есть, это пища, которая светится, которая насыщает наше тело и очищает сознание. Для меня самого чуда, что молодые люди, ну вот, которые приходят в движение сознания Кришны, быстро становятся вегетарианцами, перестают пить, курить, там, играть в азарные игры, за женщинами волочиться. Для меня самого чуда, что я уже в 15 лет не ем мясо, рыбу, яйца и ни капли спиртного даже на свой день рождения, представляете? Даже на Новый год и не тянем. Сам не летать. Но это все очень простое. Дело в том, что мое сознание очистилось благодаря тому, что я ел чистую пищу, которую рекомендую есть всем вам. То есть, это пища молочная, растительная, которая перед тем, как вкусить, должна быть с любовью и с благодарностью, и с уважением предложено нашему Всевышнему, прародителю, и потом уже нашим богам, предкам, уже самим кушать. Это уважение. Перед тем, как покушать, самим нужно, чтобы первый поел в самой старшей семье. То есть, все знают, что раньше на Руси сначала самому старшему на алтаре предлагалось, то есть нашему Господу, потом деду. Пока деда нет, все сидят, что дед приходит или отец начинает есть, и тогда уже все садятся и после молитвы кушают. На самом деле, это очень и очень важно. Мне даже удивительно, что некоторые люди пытаются духовно развиваться и в то же время поедают братьев наших меньших. Я вам сейчас просто еще объясню эзотерическую связь болезней сердца и мяса. Ну, вы, наверное, уже сами поняли, да? Есть животных, братьев наших меньших, это бессердечный. То есть, человек, который ест тех, кто чувствует боль, это бессердечный человек, и поэтому он лишается сердца в прямом смысле. Если вы едите мясо, вы бессердечны. И 97% вероятности, что вы получите сердечное сосудистые заболевания. Я хочу, чтобы все вы были здоровы, счастливы, и жили долго, и умножали нашу великую Россию. Вопрос, можно? Да. А как вы относитесь к рыбе? Вы вообще рекомендуете? Не рекомендую. Мясо, рыбу, яйца лучше есть. То есть, вот то, что чувствует боль, дерево тоже живое, но мы не рубим его, чтобы сорвать яблоко. Понимаете? Мы берем зерно, пшеницы, после того, как она уже умирает, засыхает. Чтобы взять баклажан, помидор, мы не выдергиваем растение. То есть, растение продолжает жить. То есть, это пища не насилие. Рыбу, вы просто положите на сковородку, она будет подпрыгивать. Многие там живую рыбу жарят. То есть, я сам был рыбаком, грешен. Я знаю, что рыба чувствует боль. Очень сильно. А вот можно ли это говорить? Мне очень нравится, что вы говорите. Я вас подвешиваю. Ну, вот я такая мысль, пожалуйста. Вот, допустим, вот курица, снесла и яйца. Для чего тогда на кисть? Вы знаете, как говорит Задорнов, это куриный аборт. Это нерожденный цыпленок. Кстати, Задорнов тоже вегетарианец. У нас, на самом деле, великие вегетарианцы. Задорнов лет 10 вегетарианец. Святослав Ещенко, пришнаидц. 14 лет вегетарианец. Шифринков. Благодаря общению с великими вегетарианцами, своими коллегами тоже уже перешел на вегетарианцев. У нас много известных личностей, кого мы видим по телевизору вегетарианцев. И дорогие женщины. По имени... Я говорю, что по телевизору много живет. А? Да не тех. Что? Я говорю, что по телевизору много живет. Да. Ну, вообще, там ведущая передача, что любит женщина. Дело в том, что люди не любят мясо. Они любят вкусно поесть. Они любят вкус мяса. И просто, если вы пользуетесь специями, продуктами, я просто вам скажу. Есть три специи. Вот, например, комбинация трех специй. Астерфетиды, черная соль и куркума. То есть, с помощью их делаете просто обычный рис. Вкус пельменей со сметаной. Ну, все. Еще раз повторю. Еще раз повторю. Еще раз повторю, что это черная. Ну, черная соль, сероводородная. Она просто пахнет тухлыми яйцами. Но она очень полезна для пищеварения. Да. Потом куркума. Она очищает кровь. Дает приятный желтый цвет блюда. И астерфетиды улучшают пищеварение. Все аюрведические приправы, они лекарственные. Что последнее? А третье, что скажите? Вы знаете, я вам просто рекомендую изучить физическую и кулинарное искусство. Это целые семинары. Это целые семинары. И каждый продукт, он целебен. Я еще скажу один момент, что хозяйка, жена, готовляет для своей семьи, готовит индивидуально. Сейчас о вкусах затронут. Психическую энергию мы получаем через вкус. Большинство людей, не те, кто еще... Те, кто перешел на броническое питание, как Джаянтика, ей не нужно. Вот уже. То есть, как Динария Григорьевна Паранкова. Но большинство людей, которые еще зависят от грубого питания, очень важно вкусные, да. Хозяйки, знайте, знайте, что психическую энергию мужья получают через вкус. Если пища будет безвкусной, вы это ощутите на себе в физическом смысле. Потому что они будут неудовлетворены. Кислый вкус дает силу любознательности. Горький вкус дает ощущение реальности. Все слышали, наверное, складка ягода одурманит, горькая ягода отрезвит. Если кто-то витает в облаках и строит нереальный план, и дайте ему горько, он сразу станет реалистом. То есть, он опустится с небес на землю. Что касается острого вкуса, то все знают. Как кавказские горячие мужики, они просто много перца едят, как узкие горячие. Если кто-то в депрессии, можно вылезти из депрессии и просто дать ему немножечко чили. Депрессию как рукой снимет, но захочет что-нибудь делать. Соленый вяжущий вкус дает ощущение стабильности жизни. Дает стабильность жизни. Сладкий вкус все любят. Потому что сладкий вкус дает любви обилию. Сладкое нужно есть утром. Я вот рекомендую всем изучить книгу «Законы счастливой жизни». Там объясняется, когда, что есть. Если вы будете есть сладкое утром, то вы будете жизнерадостны. Это дает заряд. Любви и оптимизма на весь день. Потому что углеводы питают мозг. Если вы будете сладкое есть в обед, это уже у вас будет лень. Вы будете думать, да и так все хорошо, зачем что-то делать. Мне все нормально. А если вы будете есть сладкое на ночь, ожирение, и у вас может наоборот лень развиться, и мелочность, и так далее. То есть все вкусы должны быть, ну как, гармоничны. Потому что если переборщить с горьким, то человек, наоборот, становится не просто реалистом. Он становится, знаете, таким, желчным. Поэтому все вкусы должны гармонично присутствовать. И продукты. Для каждого человека индивидуальные продукты. Хоть мы едим, например, вегетарианцы, но целый спектр продуктов, которые подходят или не подходят. Это подбирается, ну, на примитивном уровне индивидуально. Любой продукт в высушенном виде, если его смолоть, ну, например, помидор, да, или огурец высушить, смолоть, и вот понюхать этот порошок, смолотого, сухого продукта, если вы чувствуете холодок, этот продукт для вас лекарство. Гиппократ говорил, пусть ваша пища будет для вас лекарством. Но если этот продукт имеет теплый запах, он вреден для здоровья. Потому что другие энергии. Может быть, один продукт вам вреден летом, но полезен зимой. И так далее. Но если хозяйка готовит с любовью, даже нюхать не нужно. Развивается альфистическая способность. Вы просто чувствуете. Вы чувствуете человека ауру. И вы чувствуете ауру продукта. Вот Олег Геннадьевич Торцунов в своей книге «Закон о чревой жизни» объясняет, что ум всепроникающий. Вы можете умом соприкасаться с разными объектами, находящимися за тысячи километров даже. Человек может там соприкоснуться с человеком, которого ищут просто. И так далее. Профессионалы-астрологи, им не нужны компьютеры. Хороший астролог, он чувствует, расположение разных светил в данный момент. Он соприкасается с ними умом. Я просто, будучи на монашеской кухне, видел. Мы, на самом деле, в практике сознания Кришны готовим, не пробуем. Многие у нас были в кафе в Анапе, многим понравилось, но все мы готовим, не пробуем. Мы чувствуем, мы даже чувствуем, хватаем там соли или нет. Я, когда был в Вильнюсе, видел, как одна монахиня, ну, священнослужитель, несла на алтарь подношение. Потом она сказала, здесь, в сладкой каше, каша недостаточно сладкая. Добавила меда и поставила на алтарь. Оказалось, повар сахар забыл положить. То есть просто она была сосредоточена на Господе, и она почистила. И поэтому хорошая хозяйка, главное в развитии этой интуиции, это любовь. И желание исцелить своей любовью, наполнить своей любовью того, для кого вы готовите. Это самое главное. Поэтому любви всем, здоровья и просветания. Хори Кришне.